Лето, лето к нам пришло, стало сыро и... и просто сыр. И поэтому, ну и вообще, мы немножко поставим пока на паузу динозавров. Стоп, а кого тогда собираем сейчас? Разве вот этот товарищ не динозавр? Да, вот этого товарища Кацалькуатли из семейства Ашдахит вы вполне себе могли видеть в книжках с броским названием динозавры, полная энциклопедия. Но вообще-то не всё то динозавр, что-то историческое. А конкретно это птирозавр в полосе конкретный, а птирозавры это совершенно особая уникальная группа животных, которая отличается от динозавров. Когда мы говорили о микрорапторе и происхождении птиц и древнеозаврах, мы упоминали, что, собственно, динозаврами называется довольно конкретная группа животных, которая включает в себя птиц и их предков, которые как раз относятся к архозарам. Для них характерно передвижение на двух ногах в исходном своём состоянии и наличие вот такого предвладничного окна и двух вот таких вот дырок в голове лишних, двух дополнительных спуловых дуг. Вот это как раз отличает динозавров от, например, звероящеров, у которых никаких особых лишних дырок нет в черепах. Вот. И, собственно, динозавры это такая группа животных, которые довольно рано приспособились бегать на двух задних лапках, и со временем у них освободившиеся передние лапы у некоторых стали крыльями, а у некоторых вроде микрораптора ещё и дизайна. А вот птерозавры здесь оказались немножко в стороне. Это важный момент. Дети на экскурсиях часто с уверенностью говорят, что птерозавры же это редкий птиц, раз они тоже летают. Ну, так извините, стрекозы, бабочки тоже летают, но предками птиц они тоже не являются. Не всё то летучее, что птица, и наоборот, бывают и птицы не летающие. И вот как раз вот этот товарищ, корцааль Куатли, один из самых крупных вообще птерозавров, относящийся к вот как раз семейству ажидорхиды, к которым относились вообще самые крупные летающие существа, когда-либо жившие на нашей планете. Вот, в частности, очень классный художник Марк Бриттон нарисовал вот такую картинку, где сравнивается рост птица Куатли с жирафом. И да, они сопоставимы по размеру. Правда, замечу, что птица Куатли немножко потоньше будет, и вес у него, скорее всего, был поменьше. К сожалению, мы не знаем других существ с такой же анатомией, поэтому и вес всегда оценивается очень примерно, и по разным оценкам от 70 до 250 килограмм. То есть, а жираф это где-то тонн на 200. Вы представьте, какая махина! Я помню, я как увидела жирафу, была впечатлена. А вот жирафа видели в зоопарке? Непременно по 9 сетей, по 9 сетей. И вот сейчас мы такого красавца у нас и соберем. Нам потребуется уже знакомая распечатка от музея пермских древностей, клеящий карандаш, шило и ножницы, чтобы это все вырезать. Мы аккуратно промазываем его крылья. Ура, у меня новый клеящий карандаш. Гораздо удобнее пользоваться, чем старый. И маленький хвостик. И наклеиваем. Надо заметить, что в отличие, например, от крыльев птиц, крылья птирозавров, кожицы. И по сути представляют собой очень сильно разросшиеся пальцы, к которым крепится кожная перепонка. В этом смысле они гораздо больше напоминают крылья летучих мышей. С той лишь разницей, что у летучих мышей задействована в полете вся петерня, а у птирозавров только крайние вот эти вот пальцы. Так что вообразите, если бы вдруг ваши мизинцы вытянулись на 2 метра в одну стол, на 2 метра в другую. И здесь между вот этим мизинцем и вашей ногой завелась бы кожная перепонка. Вот бы полетали. Так, сейчас надо проколоть, иначе потом прокалывать будет неудобно. Подложите что-нибудь, чтобы не проколоть себе эти ноги руки. И поехали. Сделала при этом относительно небольшого размера. Впечатляющий гребень на голове, короткие задние лапки, линия в линии и маленький хвостик. Вот как раз маленький хвостик – это особенность более поздних стерозавров по сравнению с более раненими. Вот у кого есть книжки про диэстерических животных, вот как раз с названием «Динозавры полной эксклопедии» что-нибудь около того, где я знаю, что были еще такие стерозавры, как рамфаринхи, которые отвечались наличием зубов и довольно длинным хвостом. Эти самые рамфаринхи появились в триатровом периоде, но к меловому периоду исчезли практически полностью. Исчезли они, кстати, одновременно с мазозаврами, гигантскими водными ящерицами, которые тоже не динозавры, на которых тоже пихают все же книжки. Интересна сама особенность крыльев этих самых ферозавров, как они вообще на них летали. И о том, что практически все нынешние крылатые животные летают активным маршущим полетом. То есть занимаются тем, что, по сути, активно приводят конечность к внутренней стороне тела. А, собственно, птицы те же самые во время полета, они, по сути, описывают клинитки в восьмерке, если смотреть сбоку, то есть не вот так, вот так, вот так, как дети иногда изображают, а загребают как во время плавания. Вот, собственно, вот, вот сейчас покажу, вот такое вот движение. И чтобы выполнять такое движение, требуются очень сильные мышцы груди. И эти мышцы должны к чему-то крепиться, и существует у птиц такой вырост, как киль. Это вырост на грудной кости, который как раз позволяет этим большим мышцам за что-то прикрепиться и двигать от кирных веев. У птицерозавров крылья не было вообще. То есть непонятно, они крыльями-то, получается, махать-то не могли, потому что у них не хватало бы массы грудных мышц, чтобы это самое махательное движение делать как надо. И долгое время даже считал, что вообще, отчет его знает, как они летают, а может быть, они вообще всего лишь планируют, ну, то есть возьмут, прыгнут куда-нибудь со скалы, крылья расправят и там как-нибудь ветер вынесет. И да, это была тоже довольно популярная гипотеза одно время, что они вообще не умели летать в настоящем смысле этого слова. Но совсем недавно вышла довольно интересная обзорная статья. Ее можно найти на сайте «Элементы большой науки», если очень хочется поискать первоисточник. И она рассказывает о том, что, возможно, птицерозавры использовали очень интересный способ полета, которого нет ни у одного из ныне живущих существ. А именно, так называемый принцип экраноплана. экраноплан – это такая категория летательных средств, которые не совсем самолеты и не совсем корабли. Это способ передвижения, при котором вот эта вот боковая часть крыла, вот я сейчас согну, она вот так вот загнута. Соответственно, когда животное скользит над поверхностью воды, внутренняя, нижняя часть крыла, под ней проходит много воздуха, а сверху немножко меньше. Из-за этого возникает подъемная сила. А когда животное сжимает или разжимает вот эту боковую часть крыла, оно может создавать еще и разность напряжений под крылом. И за счет этого оно как бы скользит по воздуху, как на подушке или как на мягком одеяле. Такой способ полета возможен над ровными пространствами, но при этом он очень энергоэкономичен. И вот, да, люди до такого додумались совершенно недавно. И в Советском Союзе был построен такой экранопланк под названием «Лунь». Он был построен в единственном экземпляре вообще. Достроен он был в 1991 году и выпущен в учебную эксплуатацию. И тем не менее он показал, что да, у него довольно низкий расход топлива. И он в этом смысле очень эффективный. Но есть нюансы. Такой способ полета возможен только над какими-то ровными пространствами. Ну а какие ровные пространства в Мезозое, когда еще не было огромных степей и больших пространств с травой? Это какие-нибудь, это какое-нибудь море или большие озера. Вот там, там нормально. Там вода, кустов нет, ровная, экранопланируй сколько хочешь. И вот именно над такими пространствами, как раз заполненными водой, либо относительно ровными, и могли летать эти самые аждорхиды. И получалось в них это очень даже эффективно. По некоторым данным, Кациалькуатли могли перелетать даже молодой тогда еще Атлантический океан, с берега на берег. А всего сами Кациалькуатли были найдены, как легко догадаться по их названию, в Южной Америке. И названы они вот таким вот экзотичным странным словом, в честь перуанского божества. Кациалькуатли, это вот в мифологии коренных аборигенов Южной Америки, был такой пернатый змей. Считалось у них что-то вроде посланий по небес, что-то вроде наших ангелов. Но змей, но пернатый. И да, в честь него как раз и получили свое название. А теперь мы все собираем на проволочку. И начнем мы с самого неглавного птерозавра, с хвоста. Вот как раз у птерозавров в их эволюции хвосты заметно укоротились. Если у ранних триастовых птерозавриков, у рамфоринков хвосты были ух, длиннее, чем все из тела. При этом иногда они имели довольно симпатичную форму. И видимо эти хвосты были признаны балансировать тяжелую голову, в которой были зубы. А зубы вполне себе остренькие, способные и насекомое схватить, и какую-нибудь рыбку. То у аждархид и у других более поздних птерозавров хвосты начали уменьшаться, а зубы наоборот. Да и зубы тоже исчезать. При этом у них стали появляться, как бы в противовес этому всему, другие интересные структуры. Например, разные гребни на головах. Вот как раз возможно эти гребни на головах. У некоторых, например, у них тазаров, вот, у некоторых, например, гребни эти выглядели вообще как удочка направленная вверх. И возможно поддерживали кожистый парус на голове прямо. Тоже непонятно зачем. У некоторых, например, у тех же самых аждархид были вот разные как раз гребни на головах, как шапки. И тоже не очень-то понятно зачем. То есть, вообще говоря, здоровая штуковина, которая скорее выглядит как что-то мешающее летать. Мне тут встречалось интересное, правда, опять-таки, не очень доказанное предположение, что подобные структуры на их головах, вроде вот такого гребешка, помогали им в как раз первичном взлёте. Там, вот как раз в этом гребне, были многочисленные кровеносные сосуды, которые могли вмещать очень большое количество крови, при этом очень быстро её перебрасывать с места на место. Возможно, как раз в момент начала полёта птерозавр мог резко как бы направить голову вперёд и обеспечить таким образом первоначальный импульс при взлёте. Задние лапки у них довольно слабенькие, то есть в отличие от псих, которые могут прыгнуть и полететь, птерозаврам требовалось как-то ещё сместить как раз свою ось веса тела, чтобы, собственно, начать этот самый полёт. И вот как раз, возможно, такая конструкция. Соответственно, в начале полёта голову вперёд к ней приливает кровь, потом голова закидывается назад, кровь, соответственно, от неё отходит, и оно взлетает, получившаяся конструкция. Это вот одна такая версия. А ещё, в точности противоположная, честно говоря, версия, зачем им такие большие морды? И как им такие огромные морды могли помочь или, наоборот, не помочь летать? Вот сейчас лето, и вы можете попробовать собрать воздушного змея. Если вы соберёте воздушного змея, возможно, мы как раз это сделаем в следующем выпуске мини-мини. Почему бы и нет? Самые простые конструкции воздушных змеев, достаточно простые, вот я в 9-летнем возрасте своего первого сделала, и ничего, полетел. Самые простые воздушные змеи как раз держатся за счёт того, что их снизу поддувает ветер, и их при этом придерживает верёвочка. Вот обращаю внимание, что если верёвку по тем или иным причинам выпустить из руки, то воздушный змея ненадолго подлетит вверх, а потом снова упадёт. Так вот, возможно, что как раз такие большие тяжёлые головы птерозавров, есть версия, что они наоборот их в полёте как раз держали наклонёнными вниз, и как раз эта голова работала как противовес, как такая вот верёвочка. В общем, вниз или вот так вот запрокинуто не очень очевидно, но я вот ему так вот голову запрокину, крылья расправили, немножко странным образом, и полетели, надо ещё раскрасить. А как именно раскрасить голову, это всё целиком на вашей совести. Я обычно крашу чёрно-белое, взрослый человек. Нарисуем какие-нибудь полоски и пятнышки. Самое интересное, можно нарисовать полоски на крыльях. У него были вот здесь вот как раз структуры на конце крыльев, которые позволяли удерживать потоки воздуха, при этом на кончиках крыльев как раз этих волокон было даже больше, потому что на кончике крыльев при краноплановом полёте ложится большая нагрузка. Можно какие-нибудь полосочки, пятнышки на спине, чтобы он не словил солнечный удар где-нибудь в шине. Готов к полёту! Пора заселять его в наш доисторический зоопарк. Красавица! Ну, да, и ещё, в общем, такой вот замечательный товарищ. В следующий раз мы, наверное, соберём тоже кого-нибудь из птерозавров или можем мозазавра собрать. Мозазавра, знаете, водные окрылые ящерицы с вот такими зубами. Их как раз исследует, например, Микки Григорьев, который отвечает на 20 вопросов палеонтологу и вообще очень активно принимает участие в жизни музея пермских древностей. Ну, или если у вас есть свои идеи, кого бы собрать? Может быть, красавца трагантеевого слона, популярную персону в музее пермских древностей, или наоборот, звероящеров, которых я нежно люблю и исследую время от времени. Магистрскую как-то расправа от этого написала. Или вы, например, хотите кого-нибудь соблизовывать игра. Напишите прямо в комментариях, вот здесь вот в группе, в музее пермских древностей, кого бы вы хотели видеть в вот этом шоу мини-мини и кого бы вы хотели поселить в своём истерическом зоопарке. Ну, ещё у меня здесь два вот таких вот гостя из прошлого выпуска. Это кристаллы, которые наросли за примерно полторы недели с прошлого выпуска мини-мини. Да, я благодарю всех, кто выкладывал свои фотографии. Да, тут было очень разумное замечание о том, что неплохо бы использовать перчатки. Вот, и меня ещё поправили по поводу русского языка, что в множественном числе мрамор, это, соответственно, не мрамора, а мраморы. Да, тоже спасибо за замечание, учтём. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь в группу ВКонтакте «Музей пермских древностей». Заходите к нам на YouTube, ставьте лайки, выкладывайте фотографии своих доисторических поделок. Будем вас ждать. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»